В течение этого года у людей с инвалидностью появится возможность приобретать за счет электронного сертификата технические средства реабилитации, которые делают по индивидуальному заказу. Об этом сообщает парламентская газета. Кроме того, гражданам с ограниченными возможностями здоровья традиционно индексируют пенсии и единые ежемесячные выплаты. А родители маломобильных детей смогут суммировать положенные оплачиваемые выходные в отпуск длиной до 24 дней. Как обстоят дела с доступной средой и льготами для граждан с ограниченными возможностями в Тверской области? Далее в нашем сюжете. Наш областной центр стал одним из первых городов, где начали формировать доступную среду. С 2011 года Тверь участвует в федеральных и региональных программах. Губернатор Тверской области Игорь Руденя не раз отмечал, что регион должен быть комфортным для всех жителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Работа ведется по сей день. На входах в зданиях устанавливаются пандусы. На оживленных участках дорог проводят работы по понижению бордюрного камня. Остановки и сходы страдуаров на проезжую часть выкладывают тактильной плиткой. На самых опасных местах появилось звуковое сопровождение светофоров для слабовидящих горожан. Об этом нам рассказал координатор проекта «Единая страна. Доступная среда» Светлана Козлова. Конечно, город меняется. Если в целом мы смотрим, становится доступнее. И общественные пространства становятся доступнее. И съезды проходят уже какой год масштабные ремонтные кампании. Как мы видим, все больше доступных общественных мест появляется в региональном центре. Однако с их появлением жители стали обеспокоены проблемой доступности специализированного транспорта. Светлана Козлова отмечает, что вопрос передвижения для граждан с ограниченными возможностями очень важен. А значит и работа над адаптацией, например, городских автобусов и такси для перевозки маломобильных групп населения должна развиваться. Самая главная проблема, которая есть на данный момент, это как, например, добраться людям с ограниченными возможностями здоровья до фонтана, до горсада, до мест, где, например, в выходные дни проходят различные мероприятия массовые. Я считаю, что нужно проработать вопрос именно по запуску по организации такси, которое будет доступно для маломобильных граждан. Согласно известному утверждению, о цивилизованности того или иного общества может судить по тому, как в нем относятся к инвалидам. И в этом процессе Тверской регион последовательно идет по правильному пути. Все больше людей с особенностями здоровья могут посещать культурные мероприятия, гулять и развиваться без препятствий. Жить полной яркой жизнью.